приветствую вас друзья на своем канале сегодня расскажу вам про газонокосилку модель фирмы алка classic 382 особенности газонокосилки первое она очень легкая удобно легко поднимать переносить удобный сборник травы легко тоже снимается одевается никаких сложностей нету пластиковая можно его мыть очень рекомендую после каждого покоса травы мыть высыпать траву и помыть его сполоснуть потому что потом трава в нем залипает и отодрать очень сложно разбирается достаточно легко приходит в компактном виде вот эта ручка из двух частей она полностью снимается на таких барашках легко открутить закрутить если надо осенью убрать компактно соответственно это легко сделать из минусов нету провода отдельного есть розетка куда втыкаете удлинитель на мой взгляд это не очень удобно потому что он там не держится если делаешь манипуляции есть катаешь газонокосилку все время выскакивает прикладывается вот такая штуковина я не знаю но толку от нее никакого она по идее как раз должна фиксировать этот провод в общем неудобно просто приходится завязывать его петлей покажу потом позже дальше колеса регулируются по высоте три положения есть здесь есть три прорези для установки высоты самой машинки над землей соответственно отодвигаете передвигаете нужную вам высоту соответственно чем выше поднимаете колеса тем у вас ниже будет стрижка газона на боковой поверхности машинки есть метки с размером 20 миллиметров 40 миллиметров соответственно вы понимаете какой высоты у вас будет трава я использую среднее положение это самое удобное ну каждый может выбрать себя свой размер по аналогичным способом регулируются и передние колеса в общем но их надо выставлять одинаково по ширине каждого прохода это примерно 40 сантиметров если быть точнее на 38 точно не помню цифру подойдет для небольшой площади потому что если у вас большая площадь то соответственно она будет медленно приходит придется очень часто туда-сюда и логичь для 6 соток там 10 соток этого будет вполне достаточно косит весьма быстро в общем все можно косить все очень просто всем хороший электро инструмент но вот с автономностью конечно беда эти провода зло в этом смысле бензоинструменты бензо косилки гораздо удобней похоже нож в косилке затупился если посмотреть на траву то она не ровно скошена как будто и и вы дергивали порвали покажу как надо заточить это несложно первым делом будьте внимательны отключите питание провод питания это безопасность переворачиваем машинку вот это нож это электродвигатель вот она режущая кромка и она да действительно тупая с одной стороны что с другой стороны надо взять ключ на 13 возьмите только какой-нибудь упор чтобы держать нож не руками и в общем-то откручивается одним болтом прикручен и просто снимается теперь можно пойти его поточить для заточки ножа можно использовать обычный напильник можно использовать брусок или точила точилом электрическим просто быстрее всегда следуйте правилам безопасности одевайте защитные очки при заточке ничего изобретать не надо плоскость по которой нужно точить уже есть ее сделали на заводе при изготовлении поэтому просто по ней пройтись и а и 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 так я прошелся грубым камнем двух сторон и мелким камнем чуть-чуть шлифанул если у вас торец побит камнями то его тоже можно пройтись и потом заточить но его тогда в начале нужно пройтись убрать зазубрины совсем в ноль убирать нету смысла они все равно опять появятся но можно их немножко убрать и потом пройтись уже заточить и вот в общем все все заточено если у вас нету электрического точила то все то же самое можно сделать напильником просто уйдет чуть больше времени вот таким образом с одной стороны и можно чуть-чуть с другой с этой стороны не очень удобно потому что есть кривая поверхность и плоскость не получится поймать с основной рабочей стороны можно все сделать металл достаточно мягкий поэтому точится очень легко ну правда и тупица так же быстро при обратной сборке и монтаже обратите внимание что на валу есть фаска и на ноже ответная не перепутайте все делаем в обратном порядке закручиваем болт когда затягивать можно его держать руками так как здесь нету острой режущей кромки поэтому можно придержать сильно очень затягивать не надо потому что потом будет сложно откручивать а это приходится делать достаточно часто готова посмотрим как теперь будет косить ну вот совсем другое дело ровно подстриженный газон ставьте лайк подписывайтесь и до новых встреч впереди много интересного спасибо спасибо